Мятежный поселок, год назад отстоявший свою территорию от размещения на ней мусороперерабатывающего завода, более двух месяцев находится без горячей воды. В этой связи перед жителями появляется еще одна безрадостная перспектива. В октябре остаться без отопления, так как единственный поставщик тепла в дома оказался неспособным погасить многомиллионную задолженность за газ. В 2012 году компания «Русский продукт» отказалась отапливать район, который люди между собой называют Шанхай. Из-за неплатежей управляющей компанией «Жилкомсервис». Чтобы решить эту проблему, местные власти, по сути, навязали Сергею Остаповичу возведение новой котельной, обещая субсидии и поддержку. При этом, учитывая, что в его управлении уже имелась одна из котельных поселков. К этому моменту были не готовы, потому что все-таки мы заемное средство привлекали на тот момент тоже на реконструкцию центральной котельной. Ну, значит, Сергей Владимирович, он провели переговор, администрация сельского поселения, поселок Дечина, и как бы его обязали построить, будет, на модульную котельную под гарантией. Ну, гарантии пикненные на тот момент никто не дал. Модульная котельная была возведена в кратчайшие сроки, и жители получили теплую воду и отопление в дома. Но обещанной властями всех уровней поддержки бизнесмен так и не дождался. Зато дождался вызов в ОБЭП и прокуратуру. По жалобам ООО «Газпром Межрегионгаз» Калуга началась серия проверок. На него оказывалось давление с требованиями в кратчайшие сроки погасить задолженность по газу. В результате адвокат Сергей Остапович Андрей Мучкин рекомендует ему продать одну из котельных, чтобы погасить долг. Мы посчитали, сделали оценку этой котельной, о том, что если ее продать, то закроются долги «Газпрому», там кредиты банковские, в общем-то, можно выкриваться, вылезти из ситуации. А главное, отстанет Следственный комитет, отстанет прокуратура, отстанет ОБЭП. Районные власти покупателя нашли быстро. Им, по словам бизнесмена, оказался МУП «Малорославец» строй заказчик. Остается неясным вопрос, зачем муниципальную котельную нужно было отдавать в частные руки, чтобы потом выкупать ее снова. Зачем депутат законодательства собрания от партии «Единая Россия» и по совместительству генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз» Калуга Сергей Толстиков совершает накат на владельца Дечинской котельной, в то время как его коллега, возглавляющий подразделение той же компании Вячеслава Дмитриев, возглавляет и территориальный список «Единой России», рассчитывая, видимо, получить голос одеченцев на выборах. То есть сами сдают проблему, сами и решают, а людям демонстрируют свою эффективность в решении их вопросов. Когда поставлена была задача строительства данной модульной котельной и даны были обещания по субсидированию, я не мог представить себе, что власть может не сдержать свое слово. В итоге эти обязательства не были выполнены вообще. И на сегодняшний момент доверия больше нет. Кстати, пока воду не дали, а жители поселка подали заявку на проведение митинга, требуя от властей немедленного решения вопроса с горячим водоснабжением. Дмитрий Мартышенко, Виталий Черников, поселок Дечино, Калужская область.